Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Из Чечни, члены местной диаспоры. И туда движутся уже колонны бронетехники. И собираются приехать националисты, которые требуют выселить чеченцев из конно русских земель, как они выражаются. О том, станет ли Пугачев второй кондопогой, мы сегодня беседуем с экспертом информационно-аналитического центра Сова Вера Альпирович. И адвокатом Абу Гайтаевым, он тоже в нашей студии. Добрый вечер. Давайте посмотрим видео самых эмоциональных моментов митинга местных жителей. Убивайте население! Надо наводить порядок! Выслушайте все! А на руки я скажу сначала! Надо наводить порядок! Возможно, следить в вас тяну! Поймите, пожалуйста! Поймите, пожалуйста! Вопрос, Верия Альпирович. Почему настолько выросла межэтническая напряженность в российской глубинке, что достаточно одной искры, чтобы она обернулась таким пожаром? Это вопрос такой сложный. Наверное, это произошло не сейчас. У нас подобного рода конфликты вспыхивают с начала 2000-х годов. Самый известный Кантапога, он был не на прошлой неделе. Почему ответить сложно? Наверное, потому что в России нет нормальной ни миграционной, ни политики этнического объединения, политики национального строительства, как называют это на Западе. То есть политики, рассчитанные на создание гражданской нации, ориентированной на проживание на территории одного государства, чтобы люди себя чувствовали гражданами этой страны. И, собственно, именно это и была основа их идентичности. Поэтому возникают такие естественные, более привычные идентичности. Люди обращаются к ним, это этнические идентичности. А дальше начинает работать механизм ксенофобии, механизм вражды, который, собственно, запускается, особенно в маленьких городках, где речь идет об узких сообществах, где все друг у друга на виду происходит. Тогда могут вспыхивать вот такие конфликты. Хотя, на самом деле, говорит о том, что из одной искры сразу разгорается пожар, тоже было бы, наверное, пожалуй, неверно, потому что подобного рода инциденты происходят два, три раза в месяц, на самом деле. Так как я постоянно занимаюсь мониторингом новостных лент националистов, они такие конфликты не пропускают и пытаются их всячески раскручивать, рекламировать, сообщать о них. Для них это признаки того, что начинается война межэтническая, которая, по их представлениям, должна быть в России, которую они очень ждут. Таких конфликтов происходит очень много. И, на самом деле, довольно редко из них получаются действительно крупные такие истории, как было в той же Кандапоге или в Согре, хотя, в общем, это не совсем равнозначные случаи, как вот сегодня можно наблюдать в Пугачеве. Так что, на самом деле, это, по сути, наверное, действительно основная причина в том, что нет политики национального строительства, что она никем не проводится. Вопрос о Бугайтаеву, адвокату. Как, по-моему, нуждаются ли чеченцы в юридической защите? И получают ли они ее в своевременно, в ходе таких конфликтов? Чеченцы, конечно, в юридической защите нуждаются, но юридическая защита им обеспечивается... Они обеспечивают ее сами. То есть, того, чтобы, значит, их правами, защитой их прав, занимались какие-то государственные структуры, значит, кто должен этим заниматься, такого я лично не встречал. Есть правозащитные организации, которые занимаются защитой прав чеченцев, и вообще и других представителей других народов. Значит, сегодня, конечно, чеченцы достаточно уязвимая часть российского населения, российского общества, потому что вот эти последствия чеченских войн, они сформировали, вот эти войны сформировали стойкое предупреждение российского общества к чеченцам. И любой конфликт, связанный с участием чеченцев, он воспринимается не как конфликт двух конфликтующих сторон, скажем так, как ссора двух сторон, а воспринимается как какое-то противостояние, ну, чуть ли не идеологии, что ли, противостояние идеологии, противостояние враждебных сторон. И эта вражда, она достаточно глубока. Да. Значит, и если бы, я уверен, если бы, значит, убитым оказался бы чеченец, а убийцы, значит, другой, в принципе, никакого ажиотажа, резонанса не было, потому что здесь, в Москве, много раз убивали чеченцев, и, судя по всему, на национальной почве это происходило, убийцы не находят, и никто об этом никогда не говорит. Хотя есть много случаев чеченцев, то есть вопрос сейчас в том, что, к сожалению, оказалось, что убийца чеченец, а не убитый чеченец. Я, конечно, приношу соболезнования родственникам погибшего. Трагедия, понятно, случилась, но то, что сейчас после этой трагедии происходит, это тоже трагично. Очередной раз видим, как, значит, что наше общество больно. Общество больно. Оно заражено этим вирусом нетерпимости, расовой предвзятости, национализма. Это есть, Владимир. Я по своей работе это замечаю, вижу. Для меня это действительно не какая-то новость, неожидаемая новость. Это все ожидаемо. Никто не удивляет тем, что произошло в Пугачеве. Никто не удивлен. Потому что это будет и дальше происходить. Это будут. Это все будет и дальше. Потому что мы же ничего не делаем. Мы сидим, ждем очередного случая. Потом происходит. И вот там чеченцы или какие-то неруси кого-то там убили. Вот и вся наша реакция. Да вопрос, Илья Альпирович, как по вашему, почему сразу вот такая реакция местных жителей, что выселять всю диаспору, может быть, накопилось какое-то раздражение у них? Это не первая, может быть, не первая капля? Ну, кто же это, как бы, в общем, от всего меня из Москвы, я этого не могу сказать. Потому что я доподлинно не знаю ситуацию в городе. То есть, возможно, да, возможно. То есть, это вот такое сугубо взятое с потолка предположение, что там какая-то часть чеченцев, проживавших там, так сказать, или все они, ну, скорее всего, может быть, вообще никто. Знаешь, что в городе, грубо говоря, могла быть плохая криминогенная обстановка. Местные власти, по всей видимости, с этой криминогенной обстановкой не справлялись. И произошла тагедия, значит, драка, вылившаяся в гибель человека. Надо учитывать еще, что погибший, так сказать, он бывший десантник. Вообще, это, как бы, эта среда довольно ксенофобна. То есть, как бы, День десантника в Москве и вообще в России сопровождается большим количеством жертв и нападений на национальной почве. Ну, может быть, это и не имеет в данном случае никакого значения. То есть, возможно, да, как бы, это реакция на криминогенную ситуацию, да, где дальше срабатывают стереотипы ксенофобные, вот, что во всем виноваты чеченцы, давайте их выселим. Хотя, в общем, это же довольно примечательно, что не один, это же довольно много представителей власти выходили перед людьми. И никто, насколько я вот слышала, не сказал прямо, что нет, мы никого выселять не будем. Так как у нас тут не сталинское время, мы никого в теплушке не селим и в степи не отправляем. Мы не можем никого выселить, это граждане России. Ну, то есть, вот это нигде никогда не было озвучено. Или никто. То есть, были какие-то вообще странные сообщения, что, мол, вот, если какие-то там выходцы из Чечни, живущие там, они могут быть замешаны в криминальных каких-то нарушениях закона, то мы, может быть, договоримся с Чечнёй об их депортации. Это вообще какой-то нонсенс. Если человек замешан в нарушении закона, его место на скамье подсудимых, и суд уже будет разбираться, замешан он действительно не замешан и так далее. То есть, местные власти, они не могут это, вот, они, в принципе, нормальную точку зрения, что никого выселять никто не собирается, что одно убийство, совершенное одним человеком, который уже арестован, не может приводить к выселению еще ста человек только на том основании, что они одной с ним этнической принадлежности. А то, что такие требования, это стереотипное такое представление, что во всем нашли виноватого, крайнего, козла отпущения, как угодно можно назвать. Вот, это такая очень распространенная, такая вот именно стереотипная вещь, когда, так сказать, деяние кого-то одного из группы переносится на всю группу. Тем более, что это хорошо ложится на стереотипные представления о том, что вот, значит, выходцы из Кавказа, они совершают преступления, вот, они криминогенные, этнические бандиты и прочее. Вот эта вот вся история, которая муссируется в прессе очень часто, вот, у нас же, как бы, такого типа конфликты, каждый раз, когда они происходят, они называются межэтническими. То есть даже националистам стараться не надо, чтобы сделать из них межэтнические. Они так называются, хотя часто они таковыми не являются. И межэтнического в них только в то, что с одной стороны пострадавшие и нападавшие люди разной этнической принадлежности. Но это не говорит о том, что конфликт межэтнический, он таким становится, потому что его так называют, он начинает так восприниматься, и он начинает по этому механизму раскручиваться постепенно, то есть когда происходит драка, в драке чеченец убил местного жителя, местные жители пошли громить дома чеченцев, началась война локальная, или вот на данном случае они, слава богу, не дошли, насколько я помню, это раскрутка такого маховика стереотипов, которому всячески способствует общественное мнение, средства массовой информации, у нас такая риторика, лексика, она принята, с ней надо бороться, вот, как бы вот там система политкорректности, которая часто у нас становится объектом насмешек, там, принятая в странах Запада, она вот, собственно, не дает называть вещи не своими именами, в том числе, да, то есть она не дает назвать бытовую драку межэтническим конфликтом, вот, и тогда он так, может быть, и не будет восприниматься, и дальше этот механизм не будет разворачиваться. Вопрос Абу Гайтаеву. Ощущается ли предвзятость потом судебных органов к подсудимым, подозреваемому чеченской национальности в ходе следствия и суда? Несомненно, несомненно существует предвзятость к представителям Северного Кавказа, в частности, к чеченцам. Это я могу, как адвокат, подтвердить однозначно, допустим, вот случай, я вспомнил этот случай по убийству болельщика Волкова. Значит, во-первых, я помню сам этот процесс, значит, когда изначально, с первого заседания, с первого заседания было очевидно, что, значит, судья, хотя это был суд присяжных, что судья, значит, или, ну, у судей была установка любым способом, любым путем получить обвинительный вердикт и постановить обвинительный приговор. Потому что, как вот, прямо открыто, значит, нам не давали даже предъявить доказательства, но которые абсолютно, если бы они были доведены до присяжных, было бы, присяжные вряд ли бы вынесли обвинительный вердикт, потому что нам даже не дали показать, предъявить присяжным протокол осмотра места происшествия, где было написано, что, значит, настоящий убийца, значит, привел сотрудников полиции к месту, куда он выбросил нож, значит, и он еще поясняет, где этот нож у него находился, а что огласил прокурор, вот по этому протоколу, что там найден нож, вот, протокол осмотра места происшествия был оглашен частично, только одно предложение, и все наши попытки, значит, добиться, чтобы этот протокол был, ну, представьте себе, присяжные заседатели слышат, видят этот протокол, где черным по белому написано, что эта фамилия там убитый, что он, значит, показал и сказал, что этим ножом он, значит, убил этого человека, этот нож он носил на кобуре и так далее, присяжные это не видят. И судья, председатель, судья, вот, он лично воспрепятствовал этому, это разве, это представить, я, он не представлял я, что это возможно, поэтому мы выбрали суд, выбрали суд председателя, было очевидно, что дело с фальсифицированной, это люди невиновны, то есть, и какой он получил срок, 17 лет получил этот парень, который фактически был невиновен, 17 лет, хотя драка была, как бы, даже по материалам дела обоюдная, значит, это не было таким вот специальным умышленным убийством со специальным умыслом, нет, но получил срок. Сравните, значит, другие дела, по которым, значит, убийца нескольких человек получает 12-13 лет. Убийство болельщика Сверидова, то же самое, человек получает 20 лет, тоже конфликт, значит, стреляет из травматического, опять-таки, то есть, эти, даже по этим срокам видно, что хотят дать больше, хотят дать больше, дают больше представителям Кавказа. Почему? Это же все видят, это говорит о предвзятости, на мой взгляд. Да, конечно, напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12, свои смс посылайте на номер 8 903 743 28 01 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, растет ли в России межэтническая напряженность и не станет ли Пугачев второй кондопогой, мы сегодня беседуем с экспертом информационно-аналитического центра СОВА Верой Альпировичей и адвокатом Абу Гайтаевым. Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях и, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Напомню, что о том, не станет ли Пугачев второй кондопогой, мы беседуем с экспертом информационно-аналитического центра СОВА Верой Альпировичей, адвокатом Абу Супьяном Гайтаевым. Они оба в нашей студии. Вопрос, Веря Альпирович. Вы воспринимаете всерьез эти угрозы националистов приехать в Пугачев и устроить там самосуд? Ну, на практике скорее не воспринимаем, потому что, скорее всего, они до туда не доедут, потому что уже правоохранительные органы уже мобилизованы, все эти люди известны. И, в общем, даже если им удается доехать, как правило, к счастью, это не приводит к никакому самосуду, как правило, их задерживают уже на месте, если их, так сказать, на подъезде не успели отловить. И, в общем, пожалуй, единственный действительно случай того, как националисты успешно действовали в подобной ситуации, это Кандапога, когда Александр Белов, он там проводил митинг и прочее. В сегодняшний момент, так сказать, урок правоохранительного органа, ну, хотя бы этот у нас выучили, и поэтому националисты, как правило, до города такого не доезжают. А если доезжают, их задерживают. Вот недавний пример, когда было в поселке Удомля, туда приехал Николай Бондарик, он успел выступить на митинге. Но его после него сразу же задержали. В общем, собственно, пытались ему не дать, насколько я слышала приехать, там, что там колеса прокололи. Не знаю, может быть, он мог эту историю сам сочинить, конечно. Но, как правило, в общем, они, либо не доезжают, либо их задерживают уже там. Поэтому, в общем, никакой особой опасности от националистов, пожалуй, не исходит. Скорее информационная поддержка, которую они оказывают, так сказать, в случае таких конфликтов, она гораздо более существенная, гораздо более опасная. Потому что националисты, они навязывают, так сказать, свою позицию. Они часто лучше осведомлены, или просто лучше врут. Они раскручивают эту ситуацию и представляют ее в том свете, в каком. Она добавляет ей жареных фактов, которые с удовольствием тиражируют другие СМИ. И в итоге, собственно, ультраправая позиция по вопросу распространяется за пределы ультраправого сегмента интернета и средств массовой информации. В данном случае националисты, пожалуй, в этом смысле гораздо более опасны. Возможно, националисты еще теперь любят приезжать после конфликта и оказывать юридическую поддержку. Так как вот националистов у них ровно обратная точка зрения. Они считают, что у нас судак дискриминирует русских. А, так сказать, наоборот, всячески помогают кому угодно, но только не русским. Вот поэтому они защищают пострадавших, по-разному. Кого-то где-то задержанных, когда задерживают местные жители. То есть националисты, они, как правило, так делают. В самом конфликте они редко участвуют. Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер. Здравствуйте. Ваш вопрос нашим гостям. А мой вопрос из двух частей, во-первых, информативная часть. Я бы хотел сказать Вере Альпирович и всем остальным. Значит, я люблю чеченцев, но в создавшейся ситуации считаю виновным лично Путина и наше любимое правительство. Почему? Значит, известно, что чеченские юноши, первое, они не призываются в армию. Второе, у Кадырова есть своя неплохая, довольно таки, армия. Где пацаны, они занимаются исключительно военной подготовкой. Никакой темы, ни алгебры, ни химии, ни геометрии, ни физики. Дальше. Ну, то, что мы кормим Кадырова, это уже понятно. То, что он на наши деньги, на мои в том числе, как налогоплательщик, отстроит мечети. Мечети и мало не бывает. Строит сам мечеть в Иерусалиме. Тоже никому не нравится. Отсутствие оплаты за электричество, но это на уровне слухов, но тем не менее. Тоже, знаете, восторгов не вызывает. И вот потом вот эти вот ребята хорошие, такие красивые, приезжают там в Пугачев. И, ну, все понятно. А так-то что, я их люблю, конечно. Спасибо, да. Мы чувствуем иронию в ваших словах. Вот вопрос об Усупьянове Гайтаеву. Как по-вашему, такие люди, как и наши радиослушатели, они, если вместе соберутся, представляют ли какую-нибудь угрозу для спокойствия общественного? Ну, они угрозу представляют, конечно. Угрозу не представляют. На бытовом уровне, допустим, возьмем простую ситуацию. Ночью идет, значит, скажем так, нерусский человек сам идет по городу. Вот такие люди, конечно, могут напасть и какую-то что-то с ним сделать. Это как бы, это угроза, я понимаю. Но серьезная угроза, масштабная, она от них не исходит, если это не будет позволено властью. Сами по себе они не представляют угрозу. Но если это, значит, их поддержат представители власти, а поддержка есть, это однозначно. Если поддержат власть, значит, эти люди реальную угрозу будут составлять для всего общества. А так, вот единичные случаи, они как бы возможны, потому что человек, который вот с такими взглядами ценофобскими, скажем, если он, несколько человек соберутся, конечно, они там кого-то и забьют, убьют. Это есть, это как бы, это возможно. Но как организованную силу их, которая представляет угрозу для общества, они без согласия государства, государственных структур, они не представляют. Давайте послушаем еще вопрос. Надеюсь, будет более толерантный. Радиослушатель, добрый вечер. Здорово, это мой номер? Да, да, ваш вопрос нашим гостям. Добрый вечер. Я не знаю, я поболезновал, я поверил, родителям парня этого. И узнать, я хочу сказать, получается, что мы сейчас такой колек уже собрали, адвокаты, ну, вон именно все честно убили, по честно скажу. Идут эти дети, они поволят, там угрозы, угрозы, угрозы. А вот они, этот адвокат, который сейчас деда слова, скольких русских он когда-то убивали, убивали в Грозном, защитили, скольких он защитил там, а? Да, пожалуйста, обугайтесь, его словом. Я как раз, кажется, он задал вопрос именно ко мне, потому что скольких русских я защитил в Грозном, да, в Чеченской республике. Я как раз работал в 91 по 94 год в Грозном прокуратуре. Значит, и в то время действительно были случаи, когда русских, русскоязычно, скажем так, отбирали квартиры и так далее. Были эти случаи, потому что уголовный элемент в то время поднял голову. Это факт, мы все знаем, тут нечего скрывать. И я скажу вам, что я не помню, сколько, значит, случаев, сколько постановлений, значит, об освобождении незаконных, значит, занятых помещений мы, значит, вынесли. Сколько мы прикладывали усилий, чтобы вот этих преследовали, потому что были, фактически оставались там эти бедолаги, которые, которым некуда было идти, и которые нуждались в нашей помощи. И мы им помогали. Правоохранители, органы помогали людям, я имею в виду русскоязычному населению, защититься. Мы эту защиту им оказывали. Мы ходили даже к родственникам вот этих людей, которые занимали эти, значит, квартиры, чтобы они своих людей оттуда убрали. Значит, были случаи, что действительно, да, они их сами забирали. В других случаях мы подключали МВД, то есть мы старались помочь. И мы помогали. Я сосчитать не могу, но то, что я и мои коллеги оказывали помощь этим людям, это однозначно. Это факт. И даже защиту, хотя у нас таких в прокуратуре возможностей не было, но мы как-то старались своих знакомых, родственников, чтобы, значит, их там проводить до дома, там, если были какие-то угрозы. То есть это все было. Были случаи другие, как говорится, значит, случаи преследования, но были много случаев защиты. И население русскоязычное, Грозного, очень многие, очень многие это знают. Очень многие знают. И эта информация там нескольная, это открытая информация. Много случаев. Вопрос, Верий Альпирович, как по-вашему уточнено ли было вмешательство Рамзана Кадырова в ситуации, в том, что он осудил вот этого предполагаемого убийцу и сказал, что он, по-моему, опозорил наш народ. И мы не разделяем. Как-то так вот он пытался сгладить противоречия. Судя по предыдущему звонку, как раз он не вызывает доверия у своих недоброжелателей. Я думаю, что, в общем, никакого эффекта это не имело, потому что, в общем, Рамзану Кадырову, пожалуй, его слушают, только когда и если он говорит что-то, да, что, в общем, ну, что-то, ну, что-то, там, не знаю, что воспринимается в качестве оскорбительного какой-то. Когда, в общем, Рамзан Кадыров говорит какие-то спокойные и правильные вещи, как в данном случае, в общем, его никто не слушает. Потому что, ну, потому что, вот, мнение, на что, собственно, Рамзан Кадыров в такой ситуации еще должен был сказать. Ну, вот, так что, думаю, что никакого эффекта это не имело, ни положительного, ни отрицательного. Давайте послушаем еще звонок радиослушателей. Добрый вечер. Здравствуйте, вы меня слушаете? Да, да, ваш вопрос нашим гостям. Юрий Владимирович, поселок Крестный Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, ну, а как вы думаете, вот, руководство русской правоохранения, православной церкви, мусульманское духовенство, ну, и, скажем, равенад, или иные, скажем, структуры верующих, скажите, пожалуйста, достаточно ли, скажем, ну, прежде всего, руководство русской православной церкви и мусульманского духовенства предпринимает усилий для поддержания мира между религиозными течениями в России? Либо вы считаете, что именно руководство русской православной церкви и руководство мусульманского духовенства, Я вот, может быть, как-то, может быть, неправильно как-то выражать насчет мусульманского духовенства, прошу прощения, но достаточно ли, скажем, усилия для поддержания вероотерпимости межнационального мира, либо они просто заинтересованы в том, чтобы получать побольше денег и прибыли. Спасибо, да, спасибо. Вопрос переадресуем Абу Гайдаеву. — Принимают ли мусульманское и христианское духовенство, скажем так, какие-то усилия? — Да, может, посреднические какие-то они могли бы. — Не, могли бы, да, я понимаю, что они могли бы, но принимают ли они какие-то усилия, какие-то действия они совершают в этом направлении, честно говоря, я не видел, я не слышал, я не знаю. Хотя я понимаю, что, в принципе, наверное, ситуация такова сейчас, что, может быть, и это не помешало бы, чтобы эти люди, я имею в виду духовенство, чтобы они как-то, значит, разъясняли там каждым своим прихожанам, что надо жить там в мире, можно мирно сосуществовать, что нельзя, значит, нарушать вот эту равновесие. — Может быть, действительно разъяснение, разъяснительная работа, может быть, она актуальна, может быть, я не знаю. Я знаю одно, что в России именно государство, потому что почему-то так сложилось, что российский народ почему-то всегда вот так вот предан государству. Причина мне неизвестна, поэтому мне кажется, что в данном случае, значит, главное слово за государственную власть, за властью, за государство. Если оно захочет, значит, в этом направлении, значит, выработать какую-то там стратегию, тактику, если оно захочет эти отношения, не знаю, исправить, направить в определенное русло, наверное, оно сможет. Но дело в том, что это же то, что сейчас, в каком состоянии мы находимся, это же результат многих лет до этой работы над тем, над взращиванием вот этих националистических идей. Вот в 99-й год я помню, что передавалось по всем средствам массовой информации, что чеченцы, что это звери, что это люди, у которых нет вообще понятия человеческого. Это я помню, потом началась вот вторая война, и все-все. Потом, когда вроде бы там ситуации успокоили, может быть, государство захотело бы успокоить эту ситуацию, но куда деть вот те, вот ту пропаганду, куда деть? Эти посевы уже как бы дали всходу. Сейчас мы вот видим то, что, пожинаем то, что посеяли. Сеяли щедро, мы же помним это. Это было ужасно. Это телеведущие, депутаты, они же прямо открытую призывали к войне с Чечнёй. Вот прямо к войне они призывали. И военачальники говорили, что там дети тоже враги. Это же был ужас. Мы забыли, как, конечно, о мертвых или плохо, или ничего, и хорошо, или ничего. Дело в том, что я не забуду плакаты, которые, значит, население некоторых городов вывешивало Буданова, что он честь русского народа, который убил эту девчонку беззащитную. Это же тоже мы все проходили. И куда теперь все это деть? Конечно, это, если мы сейчас все вместе не возьмемся за это, а в первую очередь самого государства, конечно, ситуация очень сложная. Грани Времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Послушаем еще один звонок. Добрый вечер. Давай только, ну ладно. Добрый звонок. Добрый вечер. Выключите, там завязка пошла микрофона, да, пусть перезвонит радиослушатель. Я, Верий Альпирович, задам вопрос. Вот то, что напомнил нам Абу. Вот эту античеченскую пропаганду, как скоро ее можно вытравить из сознания национального? Знаете, вообще это вопрос как бы очень специфический. То есть вот я не совсем согласна вообще с позицией, да, что государство, вот оставаясь, вот при том, что государство остается таким, какое оно есть сегодня, но берет, так сказать, на вооружение разговоры о толерантности, об анти, там, не знаю, о всеобщей любви, в общем, и так далее. Подключает там православную церковь, ровенат, вот упомянутый, в общем. Вот они вместе с ровенатом, вот все это проповедуют. И не будет никакого толку. Вот это мое глубокое убеждение. Потому что, так сказать, вся, как бы, ну, есть экономика, есть глобальный мир. Россия не выдернута из этого контекста. И нельзя, так сказать, решить этот вопрос, не решая гораздо более крупные, гораздо более глобальные вопросы. Которые сегодня, конечно, да, потому что у нас очень активно идет навязывание традиционалистской идеологии при более или менее модернизированной экономике. Эти вещи сталкиваются, да, происходит, мы не можем, да, у нас очень у многих политиков слышится такая вот имперская ностальгия, даже не по размерам СССР, и даже не даже и не по СССР, а по, я не знаю, еще по царской России, еще какой-нибудь вот во времена, я не знаю, там, Александра Первого. Не было тогда ксенофобии, потому что было совершенно по-другому устроенное общество. Но сегодня так не получится, потому что у нас сегодня другая экономика, абсолютно другая ситуация. Есть, так сказать, пример, когда вот Запад, он очень активно, там, например, Штаты, они очень, так сказать, очень преуспели в этом вопросе, да, то есть когда они в состоянии просто практически межрасовой войны у себя на территории перешли к, в общем, очень высокой доле толерантности. И сегодня даже система политкорректности особо не нужна, потому что, в общем, люди перестали делить друг друга, да. По расовому признаку. Но это очень долгая работа, для этого требуется модернизация общества в первую очередь. А этим, собственно, мы видим сегодня ровно противоположный тренд, когда мы скатываемся к традиционализму, когда у нас принимают традиционалистские чисто такие вот патриархальные законы. И внутри вот этой вот логики, да, ксенофобия, вот эти вот все вещи, не формируется гражданское сознание. Это очень специфическая вещь, она остается в определенных условиях, которых нет в России. А когда его нет, люди пытаются самоопределяться, да, как-то. Они самоопределяются по этническому признаку. То, что отношение к чеченцам такое, это, на самом деле, я бы не сказала, что я, вот, например, замечаю, именно, что можно выделить, да, чеченцев из массы Кавказа. Пожалуй, к дагестанцам, по-моему, относятся еще хуже, чем к чеченцам. Вот лично у меня такое ощущение. Вот, потому что, не знаю, может быть, дагестанцев просто больше, да, ну, выходцев из Дагестана, да, вот, не знаю, в России. Я не знаю, не могу сказать, но, в принципе, не делается особого различия, хотя, в общем-то, с Дагестаном у нас такой открытой войны не было. Она, в общем-то, в закамуфлированной форме была и есть, но в открытом виде не было. Поэтому я не думаю, что дело вот в пропаганде. Дело в том, что вот, да, была война, были теракты, вот, это оставляет, безусловно, свой след, который ложится на уже, вот, семена, они ложатся на удобренную почву, на ксенофобное сознание, которое ксенофобное уже 20 с лишним лет. Вот, ничего же в этом смысле становится только хуже. Вот, и поэтому, как бы, государство тянет ровно в противоположную сторону. И, как бы, вот, вопрос о том, что нужно ли привлекать равенат к решению вопросов вот этих нежитнических, нет, не нужно, потому что, ну, вот так вот, чисто если по логике модернизма, потому что это вообще не тот институт, который должен эти вопросы решать. Вообще, церковь, как бы, по таким, ну, теоретическому представлению толерантной быть не может. Вот, она вот, что она по принципу устройства, она может, на самом деле, наша церковь, это люди, они могут быть там какими угодно. Но вообще, это не ее задача, и она по принципу своего существования не совсем отвечает этим задачам. Вот, это вот в патриархальном обществе, там, сына берет отец за руку, они идут вместе, я не знаю, там, к старшему, вот, он, значит, там, сыну грозит пальцем. Это можно, можно и так, да, но, к сожалению, это не сочетается ни с глобальной экономикой, ни с современным миром, ни с интернетом, так уже, ну, вот уже не получается. Поэтому постоянно возникает то тут, то там перекосы, то в одну, то в другую сторону. Что, на самом деле, вот, вот, собеседник говорил, что часто можно увидеть, да, что, вот, там, в деле, например, Егора Свиридова, да, что, вот, явная была, так сказать, дискриминация, да, выходцев с Кавказа. Я думаю, что, на самом деле, дело было в том, что дело было политическое. Нужно было такое решение, им все равно, кто там, кавказцы, не кавказцы. Вот, были люди, которые вышли на манежку и требовали, чтобы посадили этих. Окей, посадим этих. Будет наоборот, будут, выйдут кавказцы, будут требовать, чтобы посадили русских, окей, посадят русских. Что, в общем, наша власть, она, в первую очередь, ориентируется на то, вот, и задача, чтобы было, ну, так, потише. Поэтому мы можем, вот, увидеть массу примеров того, когда можно сказать, что, вот, это явная ксенофобная пропаганда, поддержка националистических структур, исходящих от государства. И это будет правдой. И наоборот, вот, мы увидим, что, когда есть дискриминация, да, националистов часто незаконно судят и сажают. Вот, ну, вот, есть и наоборот. Потому что, как бы, все зависит от данной конкретной ситуации, конкретной политической конъюнктуры на данный конкретный момент. Вот, я бы не сказала, что есть, то есть, такая, какая-то направленная политика, там, в одну или в другую сторону. Да, вопрос о Бугайтаево. Какая, по-вашему, направленность вот в этом конфликте? Вы чувствуете какую-то, может быть, предвзятость властей, вот, и ожидаете какой-то, да, поворота определенного этих событий? Мне кажется, как сказала, ну, скажем, коллега, скажем, действительно, у власти вот в этом конфликте действительно четко не обозначена позиция. Власть не сказала, мы не допустим вот этих беспорядков, мы не допустим, значит, насилия, значит, мы ни в коем случае не выполним ваши незаконные требования, но мы постараемся, значит, все вопросы, значит, решить, значит, мирным путем, мы будем договариваться, но незаконные требования не будут, значит, нам приняты. То есть четкие позиции не было. Опять, вот, когда нельзя в некоторых вопросах идти на уступки толпе, нельзя ни в коем случае, потому что завтра это все развивается дальше. Четко надо было обозначить, человек сидит, человек совершает преступление, сидит, и суд ему, значит, определит соответствующее наказание, это будет потом. Но сегодня мы вам не дадим, значит, заниматься вот этими беспорядками. То есть действительно не было вот этой четко обозначенной позиции. Я не думаю, что этот конфликт будет иметь последствия какие-то или дальнейшее развитие, нет. Потому что власть на сегодняшний день достаточно сильная, она, если это будет необходимо, быстро, значит, пресечет все это. То есть нету никакой опасности, на мой взгляд, для дальнейшего развития, значит, ситуация негативная, я имею в виду направление. Опасности нет, на мой взгляд, потому что понятно, что уже она, ситуация уже, она выяснилась уже, потому что был конфликт, один другого убил, убийцу посадили. Все, вот все понятно. Остальные вещи, мне кажется, они будут, все-таки власть не допустит этого, я не вижу оброзы. Да, там хотели кафе поджечь, где собирается местная диаспора чеченская, так что пока еще рано говорить о том, что все это закончилось. Сейчас вы там жить еще как-то. Для меня все-таки мне кажется, что все, как говорится, в руках вот этих органов власти. Что они захотят, то и будет. Как они захотят, так оно будет. Давайте послушаем звонок еще. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Игорь Ктукара, то есть это северный город. На севере живут очень много национальностей. Я хочу сказать, что вот я вначале хотел сразу перейти к своему вопросу, но вот слушая сейчас выступление представителя Чеченской республики, хотел бы сразу высказать ему немножко свое удивление, наверное, когда он говорит, то есть, собственно говоря, он прикрывается властью. Власть не допустит этого. Это очень-очень нехорошее заявление. Вместо того, чтобы идти на мирные переговоры с народом, идут опять какие-то ссылки на власть. А все мы прекрасно понимаем, какая власть сегодняшняя в России. Ну, это отступление такое маленькое было. А так, что я хочу сказать. На севере живут очень много народов. Почему-то у северян никогда не было претензий к татарам, к башкирам. А всегда идут претензии к народам с Кавказа. Наверное, это о многом говорит, что, наверное, что-то не так. Потом, смотрите, вот взять просто этот конфликт. Я не буду много говорить, потому что это много всяких случаев бывает. И настроение, в общем-то, настроение у людей очень негативное к предстоителю Кавказа. Но взять, допустим, вот конкретный случай. 16-летний парень подрался с 20-летним. Во-первых, у русских издавна считается, можно сказать, преступлением браться за нож. И все негативно к этому относятся. Всегда на России были кулачные бои. Вы приезжаете, чеченцы. У вас там, я не знаю, какие порядки. Ну, все мы знаем, какие у вас там порядки. Значит, что хвататься за нож. Понимаете, вы несете в нашу культуру, вы пытаетесь притащить что-то свое. Вы к нам приезжаете. Вот почему, собственно говоря, конфликты возникают. Всегда говорят, чужой монастырь своим уставом несутся. Вы приезжаете, должны приезжать к нам как гости. Как приезжают к нам другие народы, которым у нас нет претензий. Они приезжают работать. Вы приезжаете воровать и грабить. Давайте мы приедем. Вот вопрос, мы ваш поняли. Как вы считаете, в культуру, как выразился наш радиослушатель, в культуру можно привнести вот это умение сразу хвататься за нож? В стране, конечно, третье преступление – пьяное поножовщина. Мне кажется, уже ничего не надо привносить. Нельзя так рассуждать, как рассуждают заменеющие. Что значит, во-первых, что касается, надо договариваться с населением. О чем договариваться с населением? Очевидно же, что совершено преступление. Человек, совершивший преступление, задержан. И сейчас и будет идти расследование и так далее. О чем договариваться? Да, можно, конечно, надо выйти к людям, объяснить им ситуацию. Но дело в том, что я не вижу предмета, предмета, о чем можно было договориться. Просто надо власти свою позицию, четкую занять, что нельзя допускать беспорядки. Нельзя совершать насилие вот таким образом. Я не вижу здесь в этом. Моя позиция, по-моему, очень ясна. А что касается насчет культуры, ну, чеченцы, значит, чеченцев в Москве очень много. Вот я адвокат. Есть врачи, есть другие-другие люди. Очень много людей, которые работают на тяжелых работах. Но про них мы никогда не будем говорить. Но если чеченец совершит какое-нибудь преступление, автоматически коллективную ответственность возлагают на весь чеченский народ. А на кого возлагать нам эту ответственность? На наших тысячи убитых? На кого нам возлагать? Чеченцам я имею в виду. Если мы будем вот так исходить из этого, то мы, я не знаю, у нас очень много причин возложить на русский народ коллективную ответственность. Но мы же не возлагаем. Почему же на нас возлагают автоматически? За каждого преступника, за каждого, значит, человека, совершившего преступление, мы должны отвечать все вместе, все чеченцы. Вот вы, вот вы. И не говорится конкретно о каком-то лице. Вот это для меня тоже удивительно. Все время, это же идет испокон веков. Один в царское время из одного из села, значит, какое-то там выстрел, или там на территории этого, при Ермолове, это же было, на этой территории происходил угон скота, все, весь этот, все это село сжигалось. Эти же случаи, истории же известны, все это известно. С тех времен идет это возложение на нас, вот всей этой ответственности. И сейчас вот этот товарищ тоже. И всех хотят. Самые англичане в Шотландии делали, например. Это просто, ну, такой отвратительный, но способ имперского управления. Но сейчас от этого надо уходить. Сейчас надо же человека идентифицировать, каждого человека. Преступник совершил преступление, он должен сесть, он должен быть наказан. Не более того, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы, значит, какие-то люди, значит, пусть их будет много, все равно, чтобы они, значит, поднимались на незаконные мероприятия. Нельзя этого допускать. Тут власть должна быть жесткой. Попробовали бы здесь, в чеченстве, сейчас заявить о том, что там кого-то убили, там выйти на митинг. Я представляю, что было бы. Их там избили бы, и всех пересадили бы. Давайте все-таки будем в равном положении все. Пусть будет закон, верховенство закона. Да, вопрос Вере. Вот, помните, в Кандапоге долго угрожали, чеченцы в диаспоре, после вот этих конфликтов в кафе местном. Чем вы объясняете вот это стремление обиженных, как-то эти раны еще более расковырять, обострить, и вот довести до предела конфликт, вместо того, чтобы их заживить, и жить мирно, мирно-добрососедски. Ну, это, наверное, не у меня спрашивать, а того, кто это делает. Вообще, такая ситуация складывается очень нехорошая вот в этих отношениях. Знаете, есть такая концепция этнополитического маятника, я, по-моему, Эмиль Пайн придумал. То ли сам, то ли... По-моему, сам придумал. По-моему, это его концепция. Она очень красивая, такая наглядная. Она говорит о том, что нормальные ситуации, вот самые хорошие, да, есть этническое большинство, есть, да, этническое меньшинство, но этническое меньшинство всегда больше мобилизовано. Оно меньшинство, как любое меньшинство. Оно более сплоченное, оно более замкнутое, оно более, так сказать, может быть, чуть более враждебное, да, к внешнему миру. Потому что оно маленькое, оно боится, что его большая часть, его задали. Вот. Это вот, как бы, первое положение маятника. Потом происходит, как бы, ситуация ухудшается. Когда происходит, вот, такт маятник один, мах делает, и тогда этническая мобилизация наступает у большинства. Вот. Тогда большинство начинает, значит, тыкать пальцем в меньшинство, говорить, что вот вы, там, вот, вот наш, вот только что звонил радиослушатель, вот очень приятно. Вы приезжаете в гости, вы себя безобразно ведете. При этом меньшинство, понятно, как бы, большинство рассуждает категориями, да, вот чеченцы, вот этими обобщенческими. Добро пожаловать, мы возьмем человека, который действительно из Чечни приезжает в город, его, значит, это самое, на него косятся, ага, он чеченец, вот, при него, значит, ему что-то кричат вслед, вот, его там не принимают на работу, у него, его просят, вот, при получении регистрации снять майку, посмотреть, менять ли он на плече следа от автомата, вот, и он начинает дискриминировать. Со временем, когда человек только приехал, это очень часто, видно, что когда человек только приехал, он, так сказать, ну ладно, он вот так вот немного съеживается, ну хорошо, но со временем, часто это даже происходит не за жизнь одного поколения, а может быть, следующего, да, когда рождаются уже, допустим, те же чеченцы, но они уже родились в этом городе, они уже не гости, это их город, они здесь выросли, да, здесь живут их родители, они продолжают тыкать пальцем в спину, кричать чеченец, не знаю, там, какие-то ксенофобные оскорбления, вы все бандиты и прочее, тогда происходит еще одно движение этого маятника, и этническое меньшинство становится очень агрессивным, тогда начинается война, вот, вот то, что мы сегодня видим, у нас пока, вот до третьего маха мы еще пока не дошли, но вот, как бы, мы уже в очень опасной ситуации, поэтому, как бы, когда такие конфликты происходят, очень хорошо видно, да, что с одной стороны, есть люди, которые приехали жить в этот город, которые, наверное, теоретически можно обвинить, что они не адаптируются, что они живут замкнуто, да, что, почему, почему, там, с башкирами же нет проблем, башкиры давно ассимилированы, наверное, я не знаю, я думаю, что так, что, в общем, а, как бы, чеченцы не ассимилируются, конечно, они не ассимилируются в агрессивную среду, кто же в нее будет ассимилироваться, поэтому, так сказать, ситуация подвешивается, и вот, как бы, любой конфликт приводит вот таким вот стычкам, обостряющего ситуацию межэтническую. Вопрос о Бугайтаеву, как по-вашему, вот, придут ли на помощь или власти, как вы надеетесь, или правоохранительные органы, или адвокаты, вот, к вашим соотечественникам, которые попали во враждебную, сейчас следу в Пугачеве. Я думаю, что чеченцы не будут сейчас мобилизованы для того, чтобы эту ситуацию как-то там, как сейчас модное слово, разруливать эту ситуацию. чеченцы, или на помощь вот своим соотечественникам, вряд ли, такое... Ну, вот это и был бы третий, как бы, когда встречи все чеченцы, поехали в Пугачев разбираться с местным жителем. На мой взгляд, этого не будет, однозначно. Слава Богу, этого пока нет. Что касается юридической помощи тому человеку, который, значит, убил, значит, этому подростку, фактически подростку, это, конечно, родственники наймут адвоката, в общем, вот вся защита на этом закончится. Остальные вопросы по защите вот этих людей, я имею в виду чеченцев, если это будет необходимо, конечно, она должна быть возложена только на государственные органы, потому что нет сейчас в этой ситуации никогда чеченцы, значит, подняться, поехать в Пугачев, значит, и защищать своих там с оружием, нет, это просто это невозможно. Такого нет, и, в принципе, я практически этого не видел, потому что, во-первых, это сразу же автоматически усугубит ситуацию для чеченцев. Тогда уже, тогда уже и у государственных органов, у правоохранительных органов будут все основания, чтобы их по полной программе, значит, как сейчас говорится, закатать. То есть, тогда уже шансов нет у чеченцев на спасение. Поэтому, конечно, сейчас, чтобы выжить, чтобы дальше там проживать, конечно, чеченцы постараются. Я уверен, что родственникам, родителям погибшего будет оказана помощь, значит, им компенсацию выплатят, я имею в виду, родственники преступника, или просто, может быть, диаспора, то есть, постараются решить все вопросы правильно, просто я знаю, в таких случаях, как это решается. Будут приняты все меры для того, чтобы как-нибудь сгладить эту ситуацию, значит, со стороны чеченцев никаких агрессивных действий это, ну, по определению, там быть не может, потому что это и невыгодно, и не принесет никаких, значит, результатов для самих чеченцев. Спасибо, давайте будем следить за развитие событий, пока что-то, мне кажется, завтра еще не будет там так спокойно. Напомню, что о том, станет ли Пугачев второй Кондопогой, и мы сегодня беседовали с экспертом Центра Сава Верой Альпирович, адвокатом Абвы Супьяном Гайтаевым. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Михаил Косторов и Наталья Гуреева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова